Асафа Михайловича Мессерев Чуждых божеств несравненный талант Я лишь проста, что извне приглашен Для сотворения стороннего действа Я не хочу, но меж звездами где-то Грозную палочку взял дирижер Тихотворение, чудный театр Нам ли решать, что сегодня сыграем Глух к наставлениям и недосягаем В музыку нашу влюбленный тиран Что он диктует и есть ли на вес Нас упасти от любви его лютой Как помыкает безграмотный лютний Безукоризненный гений небес Тихотворение, чудный театр Некого спрашивать, вместо ответа Мука, когда раздирают отверстия Труб для рыдания и губ для тират Кончно лампы огня не таят Вольно прощаюсь с божественным игром Вкратце, всей жизнью и смертью Разыгран стихотворение, чудный театр Вся жизнь Асафа Миссерера Прошла в Москве Вот здесь, неподалеку от чистых прудов Жили его родители, его братья и сестры Семья у Миссереров была большая И пятеро детей из восьми Ушли в профессиональное искусство Азари и Елизавета в драму Рахиль в немое кино Суламев и Асаф в балет Майя Плесецкая сказала об Асафе Миссерере Он видел все самое лучшее в искусстве 20 века Слышал великих поэтов Есенина и Маяковского Восхищался искусством Айсидоры Дункан У Шаляпина учился высокому искусству сценической правды Работал с Глизовским, Мерхольдом, Шестаковичем Дружил с Михоэлсом, Прокофьевым, Юткевичем, Завадским Но главным делом его жизни оставался балетный театр В строительстве которого он участвовал с первых послереволюционных лет Несколько хореографических эпох прошло перед его глазами И на каждой из них стоит нестираемый знак времени Каждая оставляла раздумья, следы в душе Его учениками были Уланова, Семенова, Лепешинская, Гопович, Преображенской И сегодня в Большом театре у него по-прежнему звездный класс Вот уже 70 лет он идет знакомой дорогой в театр К своим ученикам Каким бы замечательным и прекрасным танцовщик не был Ему каждый день приходится бороться со своими физическими недостатками Бессрочной победы над телом нет С первого класса школы и до последнего дня в театре Утро начинается с урока Судьба Асафа Михайловича Мессерера сложилась таким образом Что он стал учиться танцу взрослым В 16 лет С безнадежным, казалось бы, опозданием Когда другие уже становились артистами Это произошло вскоре после того, как морозным вечером 19-го года Он попал в Большой театр на балет Капелли Его поразило, что артисты не произносили ни слова А ему было все понятно Причем элементы классического танца Большие прыжки, кабриоли, заноски, туры в воздухе Все эти названия, разумеется, он узнал позже Были не только легки и красивы Но и несли в себе спортивное начало А так как с детства Асаф Мессерер Занимался чуть ли не всеми видами спорта Футболом, фехтованием, теннисом, гимнастикой, бегом И добивался неплохих результатов Он понял, что и в балете мог бы что-то сделать Но в тот вечер он, конечно же, и вообразить не мог Что всего через два года сам выйдет на эту сцену Исполнителем роли колена в тщетной предосторожности Он поступил в частную студию знаменитого московского танцовщика Михаила Морткина Где поначалу его ошарашивало абсолютно все Он думал, его там будут учить танцем А вместо этого шел какой-то класс Ученики стояли и приседали На совершенно невозможных ногах Но вскоре студия стала главным делом его жизни А в Большом театре он пересмотрел весь идущий репертуар Лебединое озеро, Раймонду, Боядерку, Дон Кихот Все эти спектакли поставил главный балетмейстер Большого театра Александр Алексеевич Горский Выдающийся хореограф Оставшийся без колебаний в Большом театре после октября Этот великий человек пришел в частную студию Морткина преподавать Черное пальто он снял прямо в зале И как-то сразу, без больших разговоров Начал свой первый урок У него было доброе и грустное лицо Седая борода Черная до колен толстовка Он задавал движение Негромким, глуховатым голосом А Саф Мессерер Держался позади всех Но Горский заметил его И поманил пальцем Встань, Варабеск Сказал он Тот встал А теперь в атитюд И обратился ко всем Вот он будет делать движение А вы повторяйте Так, выделенный Горским А Саф Мессерер Стал заметной фигурой в студии Позже, когда в старшие классы школы Большого театра Был объявлен набор Взрослой и способной молодежи Горский посоветовал своему ученику держать туда экзамен Окончив училище Мессерер был принят в Большой театр Это произошло в 21-м году Первые его годы в Большом театре тоже прошли под знаком Горского А Саф Мессерер занимался в артистических классах у хореографа-новатора Горский задавал маленькие композиции, которые могли украсить любой балет Он придавал большое значение артистичности, выразительности, музыкальности Ученики у него не столько работали, сколько танцевали Что по тем временам было редким явлением Как другие мыслят словами, Горский мыслил танцем даже на уроке Значит, в театр вы пришли, вы тоже у Горского были? Тоже у Горского Он иногда давал класс с определенным характером А, это интересно, кстати, да Это был класс в русском стиле Ну, я не пойму, значит, что вы сидели, скажем, плие, да? Трам-пам-пам-сюда, так, так и так, так А Испания? Вот, Испания, ну, какие-то, вот такие движения, подбаски какие-то были Ага Ну, в общем, он импровизировал Потом был, в общем, класс венгерский Потом класс польский Также класс индийский Все эти позы индийского Классический танец, но с индийской окраской В общем, каждый класс такой апджанакарский Да, это очень здорово Это, кстати, ушло совершенно Это, конечно, очень хорошо, именно для худеога Испания Михайлович, вот я знаю, что масса совершенно движений Да Придуманных же вами Понимаете? Конечно, я старался как-то обогатить немножко Потому что мне казалось, что мужчины как-то были немножко в тени уж очень Все, женщина, женщина, он и поддерживает, и все А сам, ну, лучшую устойчивую вариацию будет станцовать, и все Два тура Два тура Три пируэты Делал ряд движений Я, значит, тогда придумал И вот, интересно было придумать новое движение И как-то в классе Горский дал садбаски, но садбаски делали всегда женщины А это не мужское было движение? Ну, все двое, да Поэтому я взял, прыгнул, прыжок у меня был И двойной я сделал садбаску Он даже захохотал, говорит, да А ну-ка еще раз Я еще раз Ну, неужели до этого не было садбаски? Нет, не встречался Он говорит, а ну попробуй наверх вот это движение Да Я наверх вот это Потом, значит, какие движения Я, например, придумал такое Движение перекидное ЖТ, значит С вывертом вперед Ага Вот это никогда не было Да Такое движение Потом делал туры Вот я, когда я два тура делал Я из пятой позиции в пятой позиции Ну, по всем правилам делал Я так, как все сделал Потом еще раз сделал Значит, два, два получился А этого тоже никто не делал на вас? Ничего не делал Потом опять два, два и три раза Здесь до четырех раз у меня подряд не получил И когда я уж потом сделал это Я взял, что в диагональ там просто было два тура А я делал там-тарам-там два Два? А он что, считал, что это трех качеств Да И, значит, Иван Смальцев А он говорит, что это безобразие И меня на встрече вызвали директора театра А кто директор был? Директор был Лапицкий А, кстати, сколько директоров сменилось на ваших? Более сорока Да Ну, да Мир идет Так, ну что у Лапицкого Лапицкий высос Вот ему Ксения Мира говорит, понимаете А он, говорит, из балета цирк делает Так Каким же образом, говорит А вот он показывает движение, нужно два тура делать А он говорит, два и еще раз И еще раз Ну и что же Так это же цирк Почему, говорит, два тура Это не цирк, а два два Я, говорит, не понимаю Нет, просто очевидно, если я хочу усложнить как-то Так я понимаю, я говорю, да Так, знаете, что, давайте прекратим этот разговор Идите, своим делом занимайтесь Пусть он делает, что хочет Вот так Лапицкий, так, повезло Ну, повезло, конечно А это сразу конфликт с руководителем балета В первые после революционные годы культурная жизнь в Москве не умирала, несмотря на голод и холод А голод был самый настоящий Восьмушка хлеба в сутки Искусство держалось на тех, кто не поддался отчаянию и унынию Все театры работали Большой, малый, художественный В Большом театре пели Шаляпин, Собинов, Нежданова Танцевали выдающиеся танцовщики Екатерина Васильевна Гельцер и Василий Дмитриевич Тихомиров Имя Гельцер – это целая эпоха Ее называли самой московской балериной И она, и Тихомиров с блеском длили свое творческое долголетие Это было время, когда новые балеты находились еще в творческой лаборатории Зато новые хореопророки нарождались чуть ли не каждый день Кипели страсти и споры Как обновлять выразительные средства танца Каким жизненным мотивом обращаться В этом хоре раздавались решительные голоса отрицателей Предлагавших отбросить все старые формы классики И на его руинах создать нечто совершенно новое За академическим балетом прочно закрепилось определение «отстающая муза» А то, что новое может сосуществовать со старым – это истина Стала вырисовываться лишь постепенно из опыта отнюдь небезопасных дерзаний И если в те годы классический балет удалось сохранить от распада То в этом была немалая заслуга замечательных балетных корифеев Гельцер и Тихомирова Молодой Асав Мессерер был наделен плодотворной способностью к восхищению И учился у всех Осмысляя старый спектакль, он приходил к убеждению, что должен сделать балете что-то свое Выработать свой исполнительский стиль Память у него была хорошая И вскоре он знал наизусть вариации чуть ли не во всех старых балетах И роли стали следовать одна за другой Тщетная предосторожность, капелли, конё-горбунок, лебединое озеро В 1927 году в Большом театре с огромным успехом прошла премьера балета Глиера «Красный маг» Где он танцевал сразу три роли Японца, китайского башка и танец с лентой Он сочинил его сам, вспомнив свое детство, когда бегал по Москве И встречал на улицах удивительных китайских фокусников «Красный маг» «Красный маг» Вот вы-то почему начали преподавать так рано, Асад Михайлович? Дело в том, что я, в общем, мало учился. Мне хотелось вообще понять, как делается то или иное движение. Я спрашивал, как делается. Но все говорили по-разному. Например, если, говорит, пирот, в правую сторону, замах, говорит, делать правой рукой. В левую, левую. Я, правую, вот так, правую. Я валился направо, налево, налево. А вот так, чтобы он в центре, вот мне пришлось самому договориться, что нужно замах-то правой, но потом обратно руки. Ну а как получилось в первый раз то, что вы стали преподавать? Вот интересно. А вот, когда организовались в небольшом театре вечерние курсы для взрослых, директором был Владимир Александрович Рябцев. Ну, вот Рябцев мне предложил преподавать. Я говорю, как же я могу преподавать, когда я сам ничего не знаю? Говорит, ну как же ты не знаешь? Ты же делаешь все и пироты, и все. Ты же умеешь все это делать. Да, но мне же нужно объяснять. Я же не могу объяснить точно. А как же все объясняет? Покажи, как делается. Они сразу поймут. Ему объяснять-то нечего. А сам покажи. А тебе показать ничего не стоит. Я действительно мне и так не трудно буду показать. Я с удовольствием показывал и сам старался как можно больше пиратов сделать. Они, конечно, копировались, старались. Поэтому этим самым я смог, мог немножко такой авторитет, что ли, поднять свой, как педагог. Но вам это что, сразу понравилось, да? Понравилось сразу. Интересный вопрос, потому что я сам себя проверял. У меня же тогда было, что же, 18. А там были 20-летние и старшие. Были молодые. Вот вы же всю жизнь, да, всю жизнь, в класс, каждый день. И же не надоело? Я подхожу не ремесленно к классу, а я подхожу очень серьезно к этому. То есть я заранее готовлю класс. Я понял, что нужно заранее готовить класс. Не так, как раньше передавали в классе, тут же придумывали комбинации. Кто говорит, нет, не так, а так. Педагог сам не знает, как. Какую дать комбинацию движение. Ну вот осенит сегодня будет хорошо, а не осенит плохо. Нет, я сразу понял, что нужно класс давать заранее придумывать. Поэтому у меня ни одной секунды не было простой. Я один делай. Катился подряд. Я один делай. Катился подряд. Следующий режим. Следующий режим. Раз, два, три. Раз, два, три. Всю свою жизнь Ассав Мессерер вынашил свой идеал танцовщика. По крупицам, по микроскопическим частицам отбирая впрок все лучшее в балетной педагогике у близких и дальних своих предшествий. Он мечтал о такой педагогической системе, которая была бы не мозаикой, не простой суммой случайных приемов, а гармоничной методологией. Эти поиски не кончились и по сей день. Тот класс, который он дает сегодня в Большом театре, нитями преемственности, связан и с Горским, и с Тихомировым, и с Гельцером, и с замечательными педагогами из Ленинграда, классы которых он ездил смотреть в училище на улице Зодчего Роси, с Вагановой, с Семеновым, с Пономаревым. А сколько еще опосредованных влияний испытал он за свою жизнь. После смерти Горского, Асав Мессерер занимался в классе Василия Дмитриевича Тихомирова. И тот первый натолкнул его на мысль, что у каждого урока должна быть своя тема. Сам Тихомиров избирал ее скорее стихийно и вряд ли продумывал ее изо дня в день. Но это была просто золотая идея. И класс Мессерера всегда строится на определенной теме, на определенном лейтодвижении. А композиции на эту тему бесконечные множества. Это как в музыке. Существует семь нот, но они слагают симфонии, сонаты, песни. И вместе с тем магия заветов Горского ощутима на уроках у Нессерера. Артистизм, танцевальность, музыкальность, композиция. В 20-е годы театральная жизнь Москвы была необыкновенной и интересной. И артисты балета были в курсе всех событий. Тогда принято было давать безвозмездные концерты в самых различных организациях, в том числе и в разных театрах. Асаф Мессерера приглашал Михоэлс на вечер своего государственного еврейского театра. Приглашал Немирович Данченко на концерт в Амхат. Приглашал Таиров в Камерный театр. Приглашал Луначарский на вечер для своих сотрудников. Приглашал Мирхольд. С великим режиссером Асаф Мессерер познакомился в 25-м году. В доме раздался телефонный звонок и голос в трубке сказал. Здравствуйте. С вами говорит Мирхольд. Каждый спектакль Мирхольда в те годы становился событием. И теперь этот человек обращался к Мессереру с просьбой поставить танцы в его новом спектакле «Учитель Бубус». Добиваясь усиления выразительности, режиссер-новатор вводил так называемую предыгру. Каждая мизансцена предварялась пластическим и танцевальным действом. И Асаф Мессерер стал сопостановщиком Мирхольда по части танцев, пластики и движения не только в «Учителе Бубусе», но и в последующих его спектаклях «Горе уму», «Даешь Европу», «Последним решительным», «Даме с камелями». Мирхольд был и инициатором идеи поставить вместе с Мессерером в Большом театре балет Сергея Прокофьева «Стальной скок». Но этим планом не дано было осуществиться. Музыка Прокофьева была на прослушании в театре подвергнута разносной критике. Время постепенно менялось все больше и появлялось в нем суровых и драматических красок. Все явственнее приходился не ко двору Большому театру выдающийся хореограф Касьян Ярославич Галиизовский. Хореограф, чей талант был устремлен в будущее. Его балеты Иосиф Прекрасный и Теолинда, в которых Асафь Мессерер исполнял главные партии, были последними осуществленными в театре в 1927 году. А балетмейстер, в отличие от писателей, не может сочинять спектакли в стол. Галиизовский был принужден к молчанию на долгие годы. Федор Иванович Лопухов продолжал хореографическое искание на современном материале в балете «Светлый ручей», где Асаф и Суламиф Мессерер исполняли главные партии. Но после того, как в 1936 году в «Правде» появилась статья «Балетная фальшь», подвергшая резкой критике и музыку Шостаковича и хореографию, балет был снят из репертуара. После этого на художественных советах все чаще стали говорить, что Большой театр – это образцовый театр. В нем не место для экспериментов. Только лучшие спектакли, созданные в других театрах, то есть опробированные, могут быть перенесены на главную сцену страны. Эта позиция восторжествовала. И Ростислав Захаров вскоре перенес из Ленинграда свой балет в «Бахчисарайский фонтан». «Бахчисарайский фонтан» «Бахчисарайский фонтан» Потом наступили такие времена, когда страх, трагедия стали содержанием жизни многих наших людей. Несчастье обрушилось на семью Мессереров. Был арестован Матаний, старший брат. Арестовали Михаила Плесецкого, первого советского торпеда на Шпицбергене, мужа Рахили. И ее с грудным ребенком отправили в ссылку. Чудом она успела позвонить брату, и тогда Ассав и Суламиф забрали к себе племянников, Алика и Майю Плесецкую, которые воспитывались у них все десять лет, пока мать отбывала ссылку. Так однажды исчез Мирхольд. А куда исчез, всем было известно. Позже, в сорок девятом году, Ассав Мессерер стоял с Юрием Завадским в почетном карауле у гроба Михоэлса. Завадский говорил своему другу прямо. Михоэлса убили. Глядя на его изуродовное лицо, Ассав Мессерер думал, «Сегодня его, а завтра меня». Как же он мог танцевать? Но это была его работа, его жизнь. И в то трагическое время он не поддавался отчаянию. Он преподавал, танцевал, сочинял балеты, концертные номера для себя, для своих учеников, для людей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ничто в жизни не обогащает художника так, как поездки, непосредственные контакты с деятелями искусства. Перед войной Асаф Мессерер был едва ли не первым советским артистом, который мог показать свое искусство зарубежным зрителям. Вместе с сестрой он гастролировал в Швеции, Дании, Германии, Турции, во Франции. Успех был триумфальный. Гритик отмечал, что современный русский балет не умер, а наоборот развился и даже превзошел старый классический танец. Именно тогда Мессерер получил приглашение от Анны Павловой выступить вместе с ней в турне по многим странам мира. И только смерть великой балерины помешала этим планам. В 50-е годы Асаф Мессерер стал часто выезжать за рубеж на гастроли в качестве хореографа, преподавателя, руководителя балетных групп. Большой балет, как стали называть за границей труппы театра, завоевал огромное признание такими сюжетно-развернутыми спектаклями, как Ромео и Джульетта, Бахчсарецкий фонтан и своей классикой Жизелью, Лебединым озером Шопиньяны. Выдающиеся танцовщицы Галина Уланова и Майя Плесецкая стали символами советского балетного театра. Западные хореографы и танцовщики многое взяли из арсенала нашего балета тогда. Характерные танцы, новые движения, сложные поддержки. Огромный интерес проявлялся и к классам Асафа Михайловича Мессерера, к его педагогике. Его классы транслировались по BBC на всю Англию. Он давал показательные уроки во многих странах мира, куда приезжал большой балет. Марго Фонтейн, Берил Грей считали для себя за честь позаниматься в классе выдающегося педагога. И не только танцовщики, но и хореографы Жорж Баланчин и Морис Бишар изучали педагогическую систему Мессерера. Когда я создавал в Брюсселе балет 20-х век, я получил возможность, что Соединение Советской Федерации мне дали два года, который был большой профессор, большой педагог. Когда в 60-м году я создавал в Брюсселе труппу балет 20-го века, Советский Союз направил к нам на два года знаменитого педагога, профессора и хореографа. Этим человеком был Асаф Мессерер. И должен сказать, я тогда по-настоящему понял и изучил нечто важное, постиг основы танца, благодаря сотрудничеству с Асафом Михайловичем. Он воплощал подлинную классическую педагогику, стиль Большого театра Москвы, самый чистый стиль. Что касается нашей труппы балет 20-го века, то для нее Мессерер поставил в Брюсселе вечерний спектакль, включавший два номера, классический и самый современный. А для меня, я тогда еще танцевал, он предложил исполнить хореографический этюд о раненом солдате, о его страданиях на музыку Скрябина. Это была замечательная хореография. В период становления нашей труппы он внес в нее, как педагог, как наставник, ту самую силу, которая позволила нам окрепнуть, обрести затем международное признание и известность. В Брюсселе Мессерер работал с женой Ириной Тихомирновой. Оба они тогда щедро помогали нам, были нашей прочной опорой. Именно благодаря Асафу мы вышли на широкую дорогу искусства. Думаю, если любишь своих артистов, то надо быть очень требовательным, ведь это очень трудное ремесло. И чтобы твои ученики стали настоящими мастерами, танцовщиками, высокие требования к ним просто необходимы. Мессерер придерживался этого принципа и в то же время был очень человечным, а для нас же он был братом. Это, для нас, был бренд. Пассива. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Позже, в 60-е годы, Асаф Мессерер поставил спектакль, который рассказывал о труде танцовщика, о том, что гармонии движений класса могут быть праздничной и поэтичной сами по себе. Так родился его балет «Класс-концерт», в котором всегда участвовали все звезды Большого театра. И не просто участвовали, а купались с удовольствием, исполняя вариации своего педагога. И повсюду в мире, где бы они ни выступали, этот спектакль всегда проходил, как говорят в балете, на ура. «Класс-концерт» 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 АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 У педагогики, как и у искусства танца, нет и не может быть некой законченной формулы, некой последней степени совершенства. Жизнь выдвигается новой и новой задачей. Появление новых хореографов, новых индивидуальностей, рождение новой танцевальной лексики – все это влияет на класс Асафа Мессерера. Он по-прежнему каждый день готовится к своему уроку. Перед сном обдумывает все движения от первого и до последнего, а утром мысленно снова и снова их повторяет. Он убежден, что должен предложить своим ученикам такие композиции, которые бы повышали их выносливость, координацию и в то же время прививали бы вкус, такт, чувство, меры. Обновление или смерть? Этот девиз Асаф Мессерер относит и к своей педагогике. И волос белый, и голос побелелый, и лебедята лебедю на смену уже летят. Но чем душе балет приходится, уразуметь не смею. А кто я есть? Адилий и одет, влюбленный созерцатель обреченный, Быть может, средь предсмертных лебедей Я самый черно-белый, бело-черный. С чего начать? Не с детства ли начать? Вот я, дитя, мне колыбель варварка, Недр коммунальных чада я. Где чад? И сыро так, как в сырости оврат. И вдруг, наряд из банта и калоши, Театр, поверь, я не умру, покур, Не отслужу твоих восьми колонн, Стройнейший строй вблизи любви и чуда. Театр, но что меня с тобой свело? Твой нищий гость, твой тугодум воденец, Я бархата и злата, и всего сверканья Расточительный водец. Мой грузный дух, в твой вовлечен полет, Парит душа и небу не перечит. Ты, божество, целующее лоб, И плачу я, твой безутешный грешник. Во мне уж смерклось, А тебе блестеть без убли, Пусть высоко и плавно Парит балет соперник и близнец Души, пока душа высокопарна. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok